Термин «сердечное недостаточное» звучит пугающе, но тем не менее это не означает, что ваше сердце мгновенно перестанет работать. А что же он означает? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Елена Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы о делах сердечных. В нашей студии врач-кардиолог Самарского клинического диспансера Гузель Бигбаева. Можете звонить к нам в студию 202-11-22. Если вас беспокоит что-то, связанное с сердцем, обязательно задайте свой вопрос. Я во вступлении уже сказала, что поговорим про хроническую сердечную недостаточность. И, если честно, то понимание общего нашего термина очень сильно разнятся и путаются. Что на самом деле это означает? Ну, а что сердечная недостаточность? Да, это заболевание. Заболевание, в основе которого лежит или острое, или хроническое повреждение самого миокарда, то есть сердечные мышцы. Вследствие чего идет нарушение сократительной способности. И, соответственно, ткани и органы, испытывают кислородное голодание. Но стоит отметить, что сердечная недостаточность, она может быть как острая, остро возникшая, ну, например, на фоне инфаркта миокардов или же на фоне нарушений ритмов. А хроническая, да, она выявляется на фоне длительной перегрузки сердца. Например, на фоне таких заболеваний, как сахарный диабет, анемия, кардиомиопатия, даже вплоть до лечения химией и лучевой терапии. Правильно ли я поняла, что это не самостоятельное заболевание, а осложнение? Да, это не самостоятельное заболевание. Вы сказали, что возникнуть может остро, например, после инфаркта. Да. Слово «может» оно здесь вот сразу цепляет, то есть может и не возникнуть, не обязательно. Ну, сердечная недостаточность, как правило, возникает, да, но здесь еще зависит класс, да, сердечной недостаточности. Ну, я имею в виду, что если случился инфаркт, то не обязательно надо ждать, что у тебя дальше разовьется недостаточность или все-таки как неизбежность. Просто, да, на фоне приема препаратов, да, сердечная недостаточность, она не будет прогрессировать. Хорошо, вы сказали, что это последствия осложнения заболеваний. А можете вообще перечислить, как много их, каких заболеваний? Заболеваний их множество, да, я хронически вам перечислила, да, основные, да, но еще, соответственно, для нас интересны симптомы, да, какие есть у пациентов. Во-первых, это одышка, да, отеки нижних конечностей, быстрая утомляемость, слабость, учащенное сердцебиение. Но в любом случае диагноз сердечная недостаточность ставится только врачом после дообследования, да, сбора анамнеза, инструментальных методов исследований, лабораторных данных только после дообследования. А можете все-таки какое-то перечень анализов, которые требуются для диагностики данного заболевания назвать? Да, конечно, это электрокардиография, УЗИ сердца, да, если есть нарушение ритмо-холтеровское, суточное мониторирование КГ, да, если есть поражение коронарных артерий, например, то, соответственно, подозревается диагноз ЭБС, то коронарография, да, но коронарография, естественно, выполняется в специализированных учреждениях. А насколько вообще сложно ставится такой диагноз, и много ли сомнений бывает при его постановке, или все-таки там все прозрачно достаточно? Ну, в любом случае нужно дообследовать пациента, то есть сразу диагноз ЭХСН ставить нельзя, только после дообследования. Вот сейчас врачи достаточно эффективно научились справляться с сердечными катастрофами, и в последние годы, вот, насколько мне известно, смертность от инфарктов снизилась почти в два раза, и при этом люди продолжают уходить из жизни от болезней сердца, которые подтачивают организм человека незаметно, вот, наверное, как раз хроническая сердечная недостаточность входит в это число, и есть данные, что смертность от нее такая же, как при раковых заболеваниях, это правда? Да, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний высока, все равно она и на сегодняшний момент остается высокий, да. Нужно понимать, что пациент должен принимать комплексное лечение, да. Это четыре компонента. Первый – это, конечно же, изменение образа жизни, да, то есть, соответственно, бросить курить, ограничить алкоголь, снизить вес. Второй компонент – это диета, да. Диета, что она в себе заключает, да, рацион должен, в рационе должны быть фрукты, овощи, зелень, белки, соответственно, это рыба, белые сорта, мясо, птицы, я имею в виду. Соответственно, ограничить консервированные продукты, ограничить прием колбасных изделий, потому что в колбасных изделиях, помимо большого количества соли, да, поваренной, находится еще большое количество животных жиров, которые, соответственно, способствуют повышению холестерина, да. И по диете остановлюсь, как раз по низкосолевой диете, да. Нужно обязательно пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, ограничить количество соли. То есть даже, например, сердечная недостаточность, да, у нас делится на функциональные классы, да, их всего 4. Первый функциональный класс, при которых, в принципе, практически нет жалоб, да, при первом функциональном классе ограничение соли идет до 7,5 грамм в сутки. Второй функциональный класс – это когда дышка появляется при значительных нагрузках. То есть идет ограничение физической активности, но пациент при этом чувствует себя неплохо. Здесь ограничение соли идет порядка до 5 грамм в сутки. То есть прям вот так строго? Ну, это, да, это условно, конечно. Далеко не каждый пациент держит диету, но рекомендации, конечно же, существуют. То есть если, например, 3-4 функциональный класс, это 4-й функциональный класс, вообще дышка возникает в покое, и качество жизни меняется, то здесь, конечно, ограничения идут до 3 грамм в сутки. Я просто хотела предположить, что, ну, если больше пациентов с таким диагнозом люди в возрасте, то для них это действительно проблема, поскольку привычка же вот к такому питанию, соль жирная, колбасные изделия, жареные, наверное, это действительно проблема вот ограничить себя. Да, конечно, но если начать, да, то можно привыкнуть и жить и без такого количества соли. Мы с вами на диету уже ушли, тем не менее, вот когда вы подтвердили, что да, действительно смертность высокая достаточно от этих заболеваний. Хотела спросить, какая статистика у нас по Самарской области в этом направлении? Ну, если сравнивать смертность, да, которая была в 2019 и в 2020 году, то смертность повысилась на 15% в 2020 году. А вот кто эти пациенты все-таки? Есть какие-то категории, что ли, скажем? Ну, это, естественно, пациенты, да, с ишемической болезнью сердца, с хронической сердечной недостаточностью, да. Ну, соответственно, да, мы знаем, что сейчас идет пандемия, да, коронавирусная инфекция, и данная инфекция, естественно, не обошла стороной и наших пациентов. Просто некоторые пациенты, заболевая коронавирусной инфекцией, перестают принимать препараты по сердцу, то есть переключаются лишь на инфекцию. А так делать не нужно. Почему не нужно? Потому что, когда пациент прекращает пить препараты, происходит декомпенсация, прогрессирование сердечной недостаточности, и, соответственно, летальность повышается. Сегодня, в общем, все боятся, наверное, только одного заболевания, это ковида. Да, да, боятся, но надо не забывать, что есть основные заболевания, да, от которых летальность выше, нежели от коронавирусной инфекции. Работа вашего отделения как-то изменилась в связи с пандемией? Вы продолжаете лечить сердечных больных? Да, конечно, мы работаем в штатном режиме, да. То есть у нас появились дополнительные центры, да, по лечению. У нас открылся центр по сердечной недостаточности. У нас есть центр липидологии и гравитационной хирургии, где мы оказываем помощь пациентам с высоким риском сердечных заболеваний, то есть непосредственно высоким холестерином. Также у нас есть МСКТ коронарных артерий, то есть пациент, страдающий ЭБС, или есть подозрение на ЭБС, может сделать у нас обследование сосудов сердца. То есть МСКТ – это неинвазивный метод исследования сосудов сердца. Но в любом случае, конечно, предварительно нужна консультация кардиолога. Ну да, вряд ли вы примете человека по его личному желанию просто пройти такое исследование. Ну, если пациент хочет пройти, да, но просто есть много ограничений, да, вводится контраст, то есть аллаборант же, врач не знает, есть ли аллергия. Соответственно, он спрашивает, да, есть ли аллергия, побочные действия. Поэтому предварительно все-таки лучше сходить к кардиологу. Давайте послушаем звонок телезрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. У меня сердечная недостаточность, но я как бы хожу заниматься фитнесом, и заметила, что после занятий у меня очень сильная дышка. Может быть, мне нельзя заниматься фитнесом прямо сейчас? Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Не только про соль разговор, да, про ограничения. Да, да, да. Физические нагрузки, да, они должны быть определены лечащим врачом. То есть пациент не сам выбирает нагрузку, а, соответственно, после консультации врача-терапевта, и если такая есть возможность, врача лечебной физкультуры. Нагрузки должны быть подобраны. Гузель, а вот в связи с этим вопрос. Раньше для того, чтобы, ну, как минимум в бассейн пойти или куда-то в спортивный зал, нужно было иметь справку от врача о собственном состоянии здоровья. Сегодня ничего этого не требуется, и люди на начальных стадиях, кстати, может быть, даже не подозревающие, что у них уже развивается сердечная недостаточность, могут ходить и заниматься, и вот к каким последствиям это приводит. Получается, что лучше бы, наверное, и сейчас оставить вот это требование справки о здоровье. Да, я согласна с вами. Да, я бы тоже просила, чтобы предъявляли справку о здоровье, потому что мы не знаем, да, насколько компенсирован человек там в своем заболевании, и как может быть, да, отражено это при физической нагрузке. То есть мы идем в спортзал для того, чтобы свое здоровье укрепить и улучшить, а может получиться совсем наоборот, да? Да, конечно, потому что некоторые пациенты, да, думают, что нагрузки можно любые, да. Даже перед каждой физической нагрузкой обязательно, да, нужно измерить давление, да, как минимум пульс, посмотреть. Соответственно, никаких дискомфортов не должно быть. Давление должно быть не выше 160. Если оно выше, соответственно, ни о какой тренировке речи не идет. Перед каждой тренировкой обязательно должна быть до и после, точнее, тренировки растяжка, чтобы не повредить с усталом и связком. Давайте мы сейчас вместе с нашими зрителями посмотрим сюжет. Наш корреспондент Виктория Шарова побывала у вас в отделении. И посмотрим, как вы лечите больных. В год пандемии коронавируса смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе выросла на 15%. Отчасти это связано с осложнениями, которые возникают после COVID-19. Но есть и другая причина. Многие тянут до последнего и не обращаются за помощью, хотя, когда речь идет о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, медлить нельзя. Иван Маленкин говорит, к докторам обратился не сразу. Думал, небольшое недомогание, а оказалось, требуется срочная операция. Врачи областного кардиодиспансера сделали ему стентирование. Появились боли в груди, жгучи такие давящие. Сначала вроде бы не обращал внимания при физических нагрузках. Потом уже в более спокойном состоянии начали появляться одышка. Ну вот, обратился, сделали обследование, обнаружили бряшку. Владимир Родин живет в селе Кулешовка Нефтегорского района. На Малой Родине сложную операцию ему сделать не могли. Машина скорой помощи срочно доставила мужчину в областной кардиодиспансер. Счет шел в буквальном смысле на минуты. Здесь меня как на машине подхватили на реанимации с Нефтегорской приемной отделением. Прямо там раздели, нас в тележку положили, бегом захотели в операционную и сходу сделали операцию. Медики говорят, когда появляется дискомфорт за грудиной, одышка, нарушается сердечный ритм, нужно срочно обращаться к врачу. Можно к участковому, а можно и сразу в кардиодиспансер. Здесь делают ЭКГ, УЗИ сердца и определятся с лечением. При необходимости положат в стационар или сделают операцию. Особенно внимательными нужно быть, если появились признаки заражения коронавирусной инфекцией. Я хочу предупредить пациентов, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболел ковидной инфекцией, ни в коем случае не отменять препараты, которые назначил кардиолог. Если же их не пить, то состояние усугубится. А когда коронавирус удалось победить, нужно немедленно обратиться к кардиологу, пройти обследование по месту жительства или в кардиодиспансере, чтобы понять, не дала ли болезнь осложнений, а если да, срочно начать лечение. Интересные такие бодрые пациенты. У меня сразу возник вопрос. Это уже люди после того, как им сделана операция, и они тем не менее ходят, двигаются. Насколько дней, недель выключает это из привычной жизни, приковывает к постели или как это происходит после операции? Да, операция, да, в данном ролике говорилось о стентировании. Пациенты после стентирования, да, есть ограничения физической нагрузки. Например, если это пациент с инфарктом 28 дней и радикально стентирован, он может возвращаться в свою обычную среду, да, и жить обычной жизнью. Но они уже ходят. Они ходят, конечно. Это раньше не было стентирования, да, и пациенты лежали месяцами. А стентирование – это большой прорыв, который произошел. Да, пациенты буквально сразу встают через два часа после стентирования. Трудно представить, если говорить, если мы говорим все-таки про операцию на сердце, ну да, не на открытом, но тем не менее. Да, это не открытая операция, но тем не менее операция. Трудно представить, что мы говорим сегодня о хронической сердечной недостаточности. У нас в гостях врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиодиспансера Гузель Бикбаева. 202-11-22, телефон в нашей студии. Звоните, пожалуйста. И, ну, уже заговорили про ковид и пациенты, и вы тоже говорили. Вот если учесть, что из процесса жизнедеятельности выключается какая-то часть легких, ну, поражение при ковиде, то отсюда напрашивается вывод, что это сильно усугубляет и само лечение болезни той, с которой пациент к вам поступил. Правильно? Означает ли это, что если у него ковид, ну, такое же может случиться, вы применяете какие-то другие схемы, вы их как-то отработали на практике, вот как вы лечите таких пациентов? Ну, естественно, да, пациенты, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, риск инфицирования у них выше, чем, например, у здорового человека. Естественно, при необходимости мы комбинируем препараты, то есть не исключаем какие-то препараты, да, по лечению, а все в комбинации используем. Но вы как-то это опытным путем определяли, как вы выработали эти схемы лечения? Или они работают те же, что, в общем, на большинстве? По лечению сердечной недостаточности препараты остались те же. То есть мы добавляем лишь лечение после перенесенной инфекции. То есть именно пациенты с коронавирусной инфекцией у нас не лечат. Да, да, мы, соответственно, мы их не лечим. Мы лечим лишь тех пациентов, которые поступили, да, с осложнением сердечно-сосудистой заболеваний после перенесенной ковидной инфекции. Да, понятно. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот если родственник умер от хронической сердечной недостаточности, как следить за своим здоровьем? И это передается как-то на след? Да, спасибо за вопрос. У меня такой тоже был. Да, спасибо. Ну да, за вопрос. Мы уже знаем, да, что сердечной недостаточности – это осложнение основных заболеваний. То есть это не как отдельное заболевание идет основное, а как осложнение. Соответственно, нужно предотвращать появление заболеваний, да, таких как сахарные диабеты, там, заболевания сердца, да, ишемической болезни сердца. Для этого как раз-таки существует профилактика. Профилактика, обследование. Если есть жалобы, да, нужно обязательно обследоваться у доктора, но ни в коем случае не начать самолечение. А если человек все-таки действительно тревожится за то, что раз у родственников развелась, может быть, и у него, то вот какую бы диспансеризацию вы посоветовали? Как часто посещать врача? Какие сдавать анализы? Ну, смотрите, диспансеризация, она проходит в поликлиниках, да, по месту жительства. Если врач-терапевт видит, что есть какие-то отклонения, да, то назначают дополнительные исследования. Там, по необходимости, это или УЗИ сердца, там, или электрокардиограмма. Но электрокардиограмма, она входит, в принципе, в минимум диспансеризации. Поэтому при необходимости назначаются дополнительные исследования и консультации специалистов. Ну, то есть ничего специфического сверхдиспансеризации, вот если нет никаких жалоб, делать не нужно, да? Ну, смотрите, как я говорила, нужно изменить образ жизни, да, образ жизни, диета, физическая активность регулярная. Да, это однозначно. Вести здоровый образ жизни. Возвращаясь к коронавирусной инфекции, вы говорили, что ХСН – это последствия осложнений от какого-либо из заболеваний. Есть ли уже случаи, или может быть, может ли такое, в принципе, быть, что коронавирус спровоцирует развитие хронической сердечной недостаточности? Да, были пациенты, которые к нам поступали после перенесенной коронавирусной инфекции, там, с миокардитами, да, с воспалением мышцы сердечной, да, такие были. Мы их, соответственно, лечим и контролируем все обследования и анализы. Вот я нашла любопытное исследование одного из мексиканских кардиологов, и он пишет, что оказывается 57% больных с диагнозом сердечная недостаточность страдают от ожирения. У 40% обнаружен сахарный диабет, повышенное давление диагностируется у 55%, высокий уровень холестерина у 41%, продолжают курить, игнорируя запреты врачей, 31%, и только один пациент из 100 продолжает сопротивляться болезни и вести активный образ жизни. Да, конечно, факторы риска есть, и в первую очередь нужно убирать факторы риска. То есть сам пациент, он должен быть заинтересован в своем здоровье. Просто одного желания доктора мало. Доктор, да, вместе с пациентом должны работать в тандеме. Пациент должен знать о своем заболевании, в связи с чем оно возникло, какие могут быть последствия от заболевания, да. Поэтому обязательно пациент должен за всем следить, да, и ни в коем случае, если он где-то там в рекламе услышал какой-то препарат, или от соседки узнал, быстрее его покупать. Нет. То есть это может нанести большой урон здоровью. Ну, мы вот говорили много о симптомах, о профилактике, и прежде чем мы поговорим о лечении, давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вот я слышала, что есть приборы такие, их имплантируют под кожу в грудной клетке, и они восстанавливают сердечный ритм. У нас такие вы есть, устанавливают? Да, спасибо большое. Наверное, осмелюсь предположить, что про кардиостимулятор, да, Илья Прич? Да, 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 кардиостимуляторы у нас в нашем диспансере устанавливают по показаниям, естественно. Это не всем пациентам, а только по показаниям. Но это вообще массовая, распространенная довольно-таки операция, или это редкие случаи? Нет, это в кардиоцентре это распространенная операция, их выполняют ежедневно. Это делается только после инфаркта, инсульта, или это никак не связано? Нет, нет, это не всегда связано. То есть должны быть показания непосредственно. Нарушение ритма, да, различные, различные нарушения ритма, может быть, как осложнение инфаркта, да, но все по показаниям. Ну хорошо, вот вы поставили диагноз у человека хронической сердечной недостаточности. Что дальше? Какие варианты лечения у него есть? И можно ли вылечить ее окончательно? Смотрите, сердечная недостаточность, да, это хроническое заболевание, и оно будет... Само себе слово говорит о всем. Да, 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 оно будет с пациентом всю жизнь, да. То есть излечить его полностью невозможно, но можно подобрать препараты, которые снизят симптоматику. И, соответственно, качество жизни пациента не снизится. Это только медикаментозное лечение? А есть какие-то оперативные вмешательства при этом заболевании? Оно непосредственно... Операция не с целью, да, именно предотвратить ХСН, а лечение основного заболевания. Это заболевания сердца, да, ишемические болезни сердца. Соответственно, как раз-таки, вот, например, стентируем, делаем операции, ставим стимуляторы, большие операции аортокоронарного шунтирования. Эти операции проводятся у нас и тоже по показаниям. То есть нет такого, что всем только таблетки или всех только на хирургическое лечение. Все должно быть в комплексе. А насколько сложное все-таки это лечение? Вот какие ситуации вызывают наибольшие проблемы? Знаете, проблемы, наверное, вызывают, когда пациент не прислушивается к доктору, да. Иногда бывает, что пациент решил себе отменить какие-то препараты или пить там через день. То есть такого быть не должно. Пациент должен пить препараты так, как прописал лечащий доктор, да. Даже если у него возникли какие-то побочные эффекты, он должен сообщить доктору. Ни в коем случае не сам корректировать дозировку препаратов. Потому что если пить препараты неправильно, то тоже состояние может усугубиться. С какой целью люди отменяют или пьют препараты неправильно? Что может к этому их побуждать? Как пациенты некоторые обосновывают, считают, что много препаратов. Или они забывают, например, пить препараты. Или есть пациенты, которые пьют, например, забыли и выпили несколько дозировок в один день. Такого тоже быть не должно. Я знаю, что каждый третий пациент с хронической сердечной недостаточностью спустя какое-то время после лечения вновь попадает в стационар. Все ли пациенты вынуждены время от времени лечиться в стационаре, либо есть какие-то другие варианты еще? Нет, в основном пациенты лечатся амбулаторно. К нам же в стационар поступают пациенты с декомпенсированной сердечной недостаточностью. Те пациенты, которые, вероятно, всего не принимали препараты должным образом. То есть по рекомендации врача. Буквально месяц назад у нас был пациент, который поступил с выраженной одышкой, с отеками. Он не мог лежать, он только сидел. И буквально за неделю он дал реакцию на лекарства. Отеки ушли, ушла одышка, и пациент выписался счастливый и довольный. И наконец-то понял, что все-таки препараты нужно пить. Ну а все-таки принимая во внимание все большую распространенность этого заболевания, и, наверное, колоссальные затраты, которые, в принципе, и со стороны государства идут на лечение такого рода заболеваний, вероятно, лучше бы усилить именно вот меры профилактики и как-то больше внимания этому уделить. Но вы, да, сказали, что диета для тех, кто уже заболел, ограничить соль. А вот меры профилактики очень эффективные, которые позволят мне привести к этому, к развитию ХСН. Ну, смотрите, мы говорим про диету, да, про изменение образа жизни, да. Когда говорят о изменении образ жизни, это не актуально для нас, да. Вот мы будем пить таблетки. Только пить таблетки, да, этого не хватит. Все должно быть лечение в комплексе. В комплексе, это обязательно диета, да, я уже про нее сказала, да, физическая активность должна быть, да. А пациенты, даже там с четвертым функциональным классом, они должны заниматься, заниматься физическими нагрузками. Это может быть даже дыхательная какая-то гимнастика, но в любом случае физическая активность должна быть у пациентов. Ну, в общем, на самом деле, несложные рекомендации. Это была программа «Звоните доктору» с доктором Бикбаевой. Мы сегодня говорили про хроническую сердечную недостаточность. Увидимся ровно через неделю. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин